всем привет вот такой необычный ракурс сегодня у меня начни выходной день я пошел пойти прогуляться у нас тут есть лесопарковая полоса мне очень нравится здесь гулять сосновый такой сбор вот увидите да надо мной сосны хороший воздух чистый здесь приятно гулять дышать воздухом вот я вышел сюда прогуляться и записать для вас видео которым я постараюсь максимально понятно и максимально широко ответить на два вопроса которые очень часто я встречаю в комментариях мои видео люди спрашивают очень часто эти два вопроса задают первый это что нужно для трудоустройства автобусный парк и второй вопрос по поводу зарплаты всех интересует зарплата по-моему и понятно ты идешь на работу ты хочешь понимать за что ты будешь работать ну первое на что я отвечу какой вопрос это по поводу трудоустройства значит что нужно для трудоустройства автобусный парк ребят ну понятно надо понимать что когда вы устраиваетесь работать водителем автобуса первое что нужно это естественно соответствующая категория водительском удостоверении категория d на автобус ну либо d плюс е если вы планируете в дальнейшем ездить на длинном автобусе с прицепом или с гармошкой как еще называют соответственно либо как минимум d категория либо d плюс е далее вам нужно будет медицинская справка водительская именно на категорию d потому что есть медкомиссии водительские на разные категории там разных врачей надо проходить ну и на разный срок эти справки медицинские выдаются частности на категорию d выдается справка максимум на три года больше не дается через три года повторными комиссию надо проходить вот так что категория в правах плюс медицинская справка на соответствующую категорию далее ребят вам понадобится подтверждение того что вы управляете транспортным средством сроком не менее двух лет уже к моменту трудоустройства то есть простыми словами вы приносите либо техпаспорт от своего личного автомобиля который на вас именно на вас зарегистрирован что будет говорить о том что у вас есть машина и вы на ней ну как бы ездите да вот еще раз напомню срок не меньше двух лет в моем случае ситуация была такая к тому времени когда я устраивался автобусный парк свою машину я уже времени продал у меня не было автомобиля в тот момент но это можно было сделать обратившись в гаи я поехал в гаи города именно там это нужно брать такую справку и как это ну запрос как бы до такой я сделал принципе это все делается в течение там нескольких минут они по базе смотрят что до такой-то такой-то значит на меня была зарегистрирована машина с такого-то по такое-то число и вот это с такого-то по такое-то число вот этот вот срок должен быть не менее двух лет лучше конечно больше чтобы так уже наверняка все понимали что вы не отстрелялись дежурных два года да действительно ну нормально ездили долго вот взял я в гаи такую справку и с этой справкой уже ехал трудоустраиваться но в остальном что нужно иметь с собой когда вы едете трудоустраиваться ну это стандартный такой набор там паспорт ваша трудовая карточка социального страхования если она у вас есть ну понимаете о чем я говорю да такая зелененькая карточка небольшая стандартного размера как банковская карта такая карточка социального страхования по моему так она называется ну если вы мужчина да то вам нужен еще будет военный билет то есть понятно что если вы девушка женщина такие тоже есть работают то военный билет соответственно когда не нужен итак давайте еще раз пробежимся по списку значит что нужно для трудоустройства первых категория d либо d плюс е в вашем водительском удостоверении далее медицинская справка на соответствующую категорию выдается на не более чем на три года напомню могут дать на меньший срок это уже зависит от комиссии которая будет делать заключение в поликлинике далее вам надо будет значит дальше вам понадобится либо тех паспорт от вашего автомобиля который на вас зарегистрирован но если у вас нет автомобиля то берете справочку в гаи вот эту вот выписку да что у вас был автомобиль на срок не менее двух лет ну и плюс стандартный набор как я уже говорил это паспорт трудовая книжка карточка социального страхования по моему все если я не ошибаюсь то по моему все момент по поводу категории если у вас есть категория dd то идете устраивайтесь все в порядке возможно вас просят работали ли вы по этой категории то есть ездили вы уже на автобусе где-то работали нет но это соответственно будет трудовой книги у вас написано то есть это будет большим плюсом в моем случае у меня не было категории я шел устраиваться на работу с обучением за счет автобусного парка значит в моем случае это было как я сначала проходил обучение в автошколе на категорию d мне автобусный парк оплачивал ну таким образом у меня есть обязательства перед автобусным парком я должен отработать минимум два года за то что они меня обучали за свой счет на категорию d кстати к слову дальше если будет желание отучиться на категорию е то от парка я имею ввиду да то это можно будет сделать но тогда будет еще обязательства плюс еще один год надо будет работать контракт такой обязательно порядке вот соответственно если категории у вас нет вы можете либо пойти сами отучиться сделать ее и прийти работать в парк без каких-либо обязательств по сроку контракта ну либо отучиться за счет парка автобусного и тогда будет обязательство отработать минимум два года в этом автобусном парке я сейчас не могу сказать за все автобусные парки все ли так делают проводят обучение за свой счет за счет парка да не знаю не уверен в том парке в котором работаю я на тот момент когда я устраивался так можно было и опять же это не забываем это город минск я не знаю как и в остальных городах беларуси или там россии другие стран я говорю чисто за свой город чисто за свой автобусный парк где я работаю вот как то так ну теперь друзья по поводу вопроса касаемого зарплаты водителя автобуса значит первое на что я хочу обратить внимание опять же надо понимать что я буду говорить про город минск я не думаю я наверное даже уверен что в минске зарплата водителя автобуса гораздо больше чем в других городах беларуси даже в областных центрах я в этом даже уверен вот поэтому если вы из другого города то и получаете там несколько сотен условно говоря несколько сотен рублей то ну не надо сильно удивляться потому что принципе это ожидаемо что столице в минске зарплаты будет больше итак по поводу зарплаты что хочу сказать значит ребят что вы понимать во первых зарплаты они очень сильно по своему размеру очень сильно разнятся разбежка доходит даже в рублей 800 я бы сказал разница зависит начисление зарплаты здесь от очень многих параметров что ли или каких правильно назвать во первых есть оклад понятное дело да есть оклад плюс конечно же играть большую роль количество отработанных часов в месяц вот далее идет довольно большой список за что еще идут начисления честно я всего не помню но там например там за выслугу лет до за реализацию билетов проездных то есть водитель автобуса он же продает еще и талоны на проезд вот то есть по продаже талон в какой-то процент идет зарплату водителю этому за то что он их продает еще много за что на самом деле за за качественное выполнение там своих должностных обязанностей что это такое по моему очень ребята очень много надо главное что надо понимать что очень много критериев вот этих параметров за что начисляется зарплата всего не помню вот я помню еще когда я устраивался работать но вот потом не за первый месяц работы наверное уже за второй я расчетный листок получил и увидел там уже графу такую за выслугу лет ну какая там выслуга лет до 2 месяца человек работает но понятно что там были какие-то копейки вообще зарплате но тем не менее они были то есть уже во второй месяц понимаете вот так же со временем это сумма будет расти естественно за выслугу лет потом чем дольше ты работаешь тем больше эта сумма будет вот поэтому ну когда я устраивался опять же скажу да в тот момент по крайней мере обещали получали все по-разному еще раз подчеркиваю а да если работаешь на коротком автобусе да очень вспомнил и на длинном автобусе да если у тебя есть категория е то там уже тоже там где-то рублей на сегодняшний день может быть около ста получать будете больше чем без е категорий вот значит на той день когда я устраивался по крайней мере обещали обещали зарплату вот новому абсолютно водителю без опыта где-то порядка ну тысяча сто рублей белорусских сейчас не знаю честно говоря не знаю сколько там они обещают какую сумму при трудоустройстве но опять еще раз говорю что все эти зарплаты они будут очень сильно разница если ты ушел на больничный понятно ты получишь меньше если ты работал все свои часы откатал ты получишь больше если ты выходил в там выходной день работать или там пару выходных месяцев соответственно будет еще больше вот поэтому тут надо понимать что на сегодняшний день если идти устраиваться водителем автобус но я думаю меньше не обещать не буду чем было когда я устраивался да поэтому на сегодняшний день я думаю минимум при трудоустройстве там с д-категории молодому водителю без опыта минимум будет наверно я думаю 1100 может 1200 рублей зарплату вот как то так но в целом в целом есть классы еще водителя третий класс второй класс первый класс вот если с первым классом получает опять же лишних рублей 100 просто за того что у него у него есть первый класс тот у кого есть третий класс конечно получает на рублей 100 уже меньше относительно первого класса ну и так далее то есть главное что надо понимать не заморачивайтесь каких-то сейчас конкретных цифрах главное что нужно понимать что очень много критериев за что ли зарплату начисляют нам ну и в принципе за что могу снять тоже да там лишись какой-то премии там если какие-то косяки у вас работе появляются то за этот могут часть зарплаты снять а если эти косяки регулярные то и ну вообще тогда фигню будете получать принципе не имеет смысла тогда вообще работать если косячный водитель какой-то работать там за не знаю за 700 рублей наверное не имеет смысла я считаю вот ну не знаю что еще сказать по поводу зарплаты как бы основное сказал что нужно знать что нужно понимать что принимать во внимание но так ответил на два вопроса самых таких которые довольно часто в комментариях вижу которые задают которые задают в комментариях пользователи ютуба и мои подписчики так что все теперь вы знаете что нужно для трудоустройства какие документы ну и также вопросы которые касаются зарплаты тоже теперь вы в курсе ну на этом все заканчиваю всем до следующего видео все всем пока а а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok